привет сегодня хочется поговорить о компании верту вот вопрос кто из наших подписчиков вообще знает что это за компания буквально несколько самых интересных фактов компания верту была создана в 1998 году как филиал компании nokia для производства мобильных телефонов высшего класса модели изготавливались из золота платины сплава liquid metal то есть жидкий металл титанового сплава полированной стали высокой твердости все модели собирались вручную и более того на каждом из телефонов была подпись сборщика в виде гравировки на внутренней части корпуса производство этих телефонов было только вручную только в великобритании январь 2002 года компания показала свою первую модель называлась signature 24000 евро мало кто знает но увер тут даже была люксовая раскладушка любопытно тем не менее в январе 2007 года показали первый iphone и пошло-поехало но модели верту все-таки продолжали выпускать 2012 году дела верту стали так себе и в 2017 году производство в великобритании официально закрыли за всю свою историю компания выпустила более 500 тысяч устройств а самая дорогая модель которая выпущена верту бушерон бушерон кобра и французское название короче она стоила 217 тысяч евро однако в 2017 году в марте 17 года появились новости кипрская компания баффертон баффертон который принадлежит турецкую бизнесмену хакану узану купила верту за 61 миллион долларов вот почему когда мы приехали в китай мы там обнаружили бутик верту и китайцы все это дело покупают 2021 год да это смартфон верту привезен из китая стоит много денег и сейчас мы посмотрим что в чего конечно упаковочка уже не то не то ладно обзор привет василий обзор поехали пункт номер один это распаковка но перед тем как его распаковать интересный еще один интересный факт если набрать в поисковике верту российском поисковике вот что мы видим верту из финляндии от 20000 рублей гарантия три года консьерж бесплатная доставка по россии а также личный менеджер есть такие объявления и до сих пор продается огромное количество смартфонов и телефонов компании верту которые то ли оригинальные то ли не оригинальные понятно но вот это совершенно точно имеет хоть какое-то худобедное отношение к оригинальному верту так ну что значит пока неплохо выглядит прилично купить iphone или это можно подумать давайте посмотрим что у нас еще дать к тряпочку что ли полотенчик зарядка в мешочке тари значок в верту какая-то карточка и видим варим мешочка нас проводок еще одна коробка есть у айфона вообще ничего такого нет а здесь вот смотрите сколько всего тряпочка для протирки тоже верту здесь у нас что-то на китайском и еще одна карточка щит убираем теперь третье и самое самое значит любопытное оказалось что это вот этот смартфон это смартфон zte система теперь такая берут смартфон zte ставит сюда вот это пишут верту и получается верту поэтому вопросов еще больше где он делается как он делается все-таки в англии или переделывается на заводе в китае хороший вопрос официальной информации нигде нет и так у нас на корпусе ровно то же самое что и смартфона zte exxon 30 pro можно прилично сэкономить и в принципе купить zte usb type-c гнездо для sim-карты динамик кнопочки громкости включения конечно такое хочется носить чехле чехла в комплекте нет и более того наденьте чехол этот смартфон автоматически превращается в zte но если носить без чехла уронить жалко но это уже на ваше усмотрение теперь второй приятный момент раз это zte и топовая версия значит и начинка тут самая топовая внутри snapdragon 888 красотища 12 гигов оперативки а также 512 встроенной памяти почему нет экран тоже неплохо 667 дюйма супер amoled а также full hd плюс и так что еще вы получаете за 2 за 2 с лишним тысячи долларов камеры довольно неплохие но повторюсь это тот же самый zte exxon 30 pro камеры эти кстати снимают 4к и 60 кадров в секунду довольно плохо и есть фронталочка причем врезанного экран со временного формата и ровно посередине 16 мегапикселей аккумулятор 4200 миллиампер час неплохая емкость при этом смартфон тонкий то есть вот эта верхняя часть сделана нарочито толстый вот это вот блямбочка но при этом эта часть и в руке лежит классно палец упирается вот этот буковку и и покрытие задней панели не дает смартфону скользить в руке рекомендую попробовать то есть держать в руках приятно какая-то порода до сих пор чувствуется во вторых нет стразов бриллиантов алмазов и вот это вот всего и при этом понятно что у вас в руке что-то другое что-то иной не iphone не samsung не сяоми а для многих людей вы знаете это важно собственно за этим и всегда покупали смартфоны верту оригинального zt xm 30 pro у нас стекло а здесь у нас телячья кожа в базовой конфигурации а также в топовой конфигурации у нас ты кожа крокодила еще у нас здесь 55 ваттная зарядка а также вай фай 6 и android 11 этот смартфон в базовой конфигурации с телячьей кожи будет выглядеть вот примерно также стоит 2300 долларов а новый iphone 12 про стоит вот столько делать выводы сами в топовой конфигурации конечно дороже богаче и прямо настоящий верту 6300 долларов видимо есть еще что-то между ними потому что кирилл из владимира в респект и все ссылочки внизу с помощью василия купил это за триста двадцать пять тысяч рублей с доставкой под ключ во владимир из китая смартфон верту который сейчас называется а и верту 5g который продается в россии за 20000 рублей который можно купить много где на авито и вот все такое прочее но тем не менее не дайте себя обмануть постарайтесь найти вот такой вот может быть через василия искать и еще как-то где-то с удовольствием почитаем ваши комментарии ну и вот это вот красотище писать если вы живете в китае а вам только внимание удовольствие всяких карточек всяких гарантий и приветственных писем неплохо правда за те же деньги сколько стоит новый iphone ждем ваши комментарии спасибо что посмотрели увидимся пока